на земле с определенным смыслом и целью. Каждый человек рожден на этой земле для некой цели. Эту истину Аллах сообщает нам в Коране. Аллах сотворил смерть и жизнь, дабы испытать, кто будет праведнее и лучшее из вас по деяниям. Он велик, всемогущ, прощающ. Настанет день, когда каждый человек покинет эту жизнь и перейдет в иной мир, оставив здесь все, чем он владел, даже свое тело. Тело, которое некогда он холил или лел, останется в земле и постепенно сгниет. Обвешают дом, вещи, которые он так страстно приобретал в этой жизни. Со временем и машина превратится в груду металла. И только он, совершенно один, так же, как и все остальные люди на земле, предстанет в положенный ему срок перед Аллахом и будет отвечать за свои дела на земле. Однако, несмотря на очевидность и неизбежность этого события, большая часть людей, погрузившись в суету будничных забот, забывают об истине смерти и будущей жизни. Они полагают, что реальная жизнь есть только на этой земле. Но в Коране Всевышний сообщает об ошибочности этого убеждения. «Сказали они, все, что происходит с нами, есть только в нашей земной жизни. Умираем мы и живем. Губит нас только беспрерывное течение времени. Но нет у них об этом никакого знания. Они ведь только предполагают». Аллах ясно сообщил людям в Коране те пределы дозволенного, которые они должны соблюдать. Что угодно Создателю, а что из деяний есть грех. Именно поведение и дела человека в мирской жизни даруют ему великое воздаяние в будущей жизни или горькое вечное наказание. Таким образом, каждый миг нашей жизни, каждая наша мысль или деяние приближают нас к обители рая или ада. Все люди, которых вы видите вокруг себя, ваши друзья, родные, однажды умрут, так же, как и миллиарды людей, живших на земле ранее. Забвение этой неизбежной истины – самое опасное неближение и ошибка человека в этой жизни. Ведь человек бессилен отдалить миг своей смерти, и никто из нас не знает, когда, где и по какой причине мы столкнемся с ней. Однако смерть – это конец только мимолетной мирской жизни, но начало подлинной вечной жизни, которая зависит от того, как человек провел эту жизнь. И будущую жизнь уже невозможно будет изменить после смерти. Для тех из людей, которые стремились следовать в своей жизни по велениям Господа и обрести Его благоволение, откроются двери обители подлинного счастья и вечного спасения. Для тех же, кто пренебрегал пределами, установленными Господом, и отвращался от Аллаха, смерть – это начало тяжелейших мук и страданий, силу которых нам трудно представить, исходя из земных понятий. Следовательно, каждый из нас должен помнить, мы должны всеми силами стремиться совершить как можно больше достойных деяний для нашей будущей жизни, прежде чем столкнуться с мигом смерти. Каждый новый день надо проживать так, как если бы он был последним в нашей жизни, потому что этот день действительно может стать именно тем последним. Помните об истине покаяния. Человек склонен совершать ошибки и заблуждаться, забывать или принимать неверные решения, но все в жизни может обрести свое прощение у Аллаха через искреннее покаяние и намерение никогда более не совершать содеянного. В Коране Аллах сообщает нам, что истинно верующие люди, совершив ошибку, тотчас же с искренним сердцем обращаются к нему с покаянием и просят его прощения. Верующий с трепетом боящийся гнева Аллаха старается каждый свой шаг сделать самым достойным и подобающим мусульманинам. Быть может, вы никогда ранее не задумывались об этих истинах, пока не посмотрели этот фильм. Или же вы прожили свою жизнь, не задумываясь о благоволении Аллаха и соблюдении Его повелений. Но если вы искренне раскаетесь в своих заблуждениях и небрежении и сделаете намерение никогда более не совершать подобного, то вы можете уповать на прощение Аллаха и то, что Он примет ваше покаяние. Аллах сообщает верующим в Коране, «Воистину, прощение Аллаха тем, которые совершают дурной поступок по неведенью и тотчас же раскаиваются». Аллах принимает покаяние таких и прощает. Воистину, Аллах всезнающий, мудрый. Но бесполезно покаяние тех, кто совершает прегрешение, и лишь когда к нему приходит смерть, говорит, «Воистину, я раскаиваюсь теперь». И тех, кто умирает, будучи неверующими. Мы уготовали для них мучительную кару. Какую бы ошибку и прегрешение вы не совершили, никогда не забывайте просить Всевышнего о прощении. Обращаться с покаянием ко Всевышнему тяжело только для тех, которые не веруют. Но помните то, что эти люди войдут в ужасающую обитель ада с огбенными и с лицами, опущенными вниз от стыда. Они будут лишены милости нашего Создателя. Аллах не услышит их и не будет говорить с ними, и не избавит их от грехов. Исключением будут только те, кто покаялся и уверовал, и вершил добрые дела. Грехи этих Аллах обратит им благом. Аллах прощающий, милосерд. Кто покается и будет вершить благое, тот истинно вернется к Аллаху и будет принято его покаяние. Заключение Всевышний Аллах каждому человеку дает на земле время мирской жизни, достаточное для того, чтобы осознать истину и следовать его повелениям. За этот отпущенный срок жизни Аллах многократно напоминает человеку об истине разными путями. Многие события, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, есть не что иное, как напоминание Аллаха. К примеру, каждый день в жизни мы сталкиваемся с известиями о смерти или гибели людей, будто в новостях или на улице. Так Аллах напоминает нам, что каждую секунду наша мирская жизнь может закончиться, и после этого уже невозможно будет что-либо изменить. Каждый человек, независимо от того, прислушивается ли он к напоминаниям о смерти и соблюдает все повеления Аллаха, или же предпочитает забыть его предупреждения и вычеркнуть их из жизни, все без исключения, с каждой прожитой минутой стремительно приближается к самому главному событию в нашей жизни, дню, когда мы предстанем перед Всевышним Господом и будем нести ответ за то, как мы использовали данную нам жизнь и что мы сделали на земле. Помните, Аллах не ведает забвения и заблуждений. Он соберет перед собой всех людей и каждого по отдельности спросит о том, как использовал он данные ему годы жизни на земле. Помните, что любое событие, с которым вы сталкиваетесь в жизни, может стать последним предупреждением от Аллаха, вашей последней возможностью задуматься о том, для чего вы живете. В 19 аяте суры «Собирающее» в Коране Аллах предупреждает нас. Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. «Они-то и есть грешники». Если вы не хотите столкнуться с нестерпимыми вечными муками ада, помните, что путь к спасению открыт для каждого и лежит через искреннее покаяние и служение всем сердцем милости Аллаха. Не откладывайте с признанием истины. Продолжение следует... Продолжение следует...